Зима Добрый вечер! Ты сегодня впервые садишься в кресло жюри. Расскажи, волнуешься? Впервые сажусь в кресло жюри именно в России. А в других сценах я работаю уже. Ну, конечно, каждый раз как в первый раз. Расскажи, по каким критериям будешь оценить участников в первую очередь? В первую очередь, конечно... Ну, я всегда говорил, что артист в первую очередь должен иметь актерское мастерство, потом вокальное мастерство. Но тут в другой случай все-таки конкурс. И поэтому в приоритете сегодня будет в первую очередь вокальное мастерство, актерское мастерство. И есть необъяснимый какой-то коннект. Они должны покорить сердца. Вот. А знаешь ли ты уже кого-то из участников, может кого-то видел и видел, что встречался с казахстанской группой МЕЦО? Расскажи, слышал ли ты ребят до этого или только недавно познакомились? Я виделся с ними лет 5-6 назад в Казахстане. После этого вот только недавно. Вот сегодня. Смотри, сегодня конкурсанты исполняют мировой хит. Расскажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда конкурсант хорошо поет, но выбрал не ту песню, не конкурсную, можно сказать, или не такую громкую, как остальные? Это может повлиять как-то на исход ваших оценок? Конечно. Конечно. Певец, он должен подбирать правильный материал, хороший репертуар. Это, я считаю, что уже почти что половина успеха. Правильно подобранный материал. Расскажи, может ли участник сам подобрать себе материал или ему должны помогать мэтры эстера, таких как Александр Вычеревзин, допустим, тоже непосредственно принимает участие в подборе песен? Игорь Яковлевич может какое-то свое внести решение? Или же участники должны делать все самостоятельно, чтобы показать члену жюри, что они настоящие артисты и умеют подбирать материал достойный? Ну, кому как. В принципе, в моем случае я, сколько не участвовал на конкурсах, никогда за советом не обращался. Я сам подбирал себе репертуар и на проекте «I'm Singer» или на других больших международных конкурсах. А кому-то необходимо обратиться. В этом нет ничего такого, потому что певец, он не обязательно должен быть еще музыкальным продюсером. Он исполнитель. Конечно же. Хотелось бы, чтобы певцы становились еще тасонными музыкантами. Смотри, Димаш, уже совсем скоро начнется конкурсная часть. Не будем тебя задерживать. Проходи дальше. И спасибо тебе большое за то, что поделился своими секретами.